Подросток без оружия. Под таким говорящим названием, по поручению главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова, была организована масштабная акция для молодёжи региона. Встречи с учащимися общеобразовательных школ были организованы во всех муниципальных районах региона. Так, в Доме культуры села Счастливое Прикубанского района прошла профилактическая встреча с учениками близлежащих школ в возрасте от 13 до 17 лет. Ребятам рассказывали о том, чем чревато хранение и ношение холодного оружия в соответствии с законодательством Российской Федерации и разъясняли меры уголовной ответственности для нарушителей закона. «Отклики есть. В глазах детей мы видим заинтересованность. Они очень внимательно слушают, понимают, о чём идёт речь. Слушают представителей духовенства очень внимательно о том, что такое вообще оружие по религии даже. Также слушают представителей МВД. У нас не только вот я, как районный представитель, у нас ещё есть представители МВД, которые тоже им объясняют, и они очень внимательно слушают. Родителям, наверное, я бы хотела напомнить о том, что они родители, о том, что они должны следить за своими детьми, смотреть, где он находится после 10 вечера, с кем он общается в социальных сетях, проверять телефоны, смотреть окружение своего ребёнка». В ходе встречи со школьниками также обсуждалась не менее острая тема экстремизма и терроризма в молодёжной среде. Причина проста. На сегодняшний день именно подростки больше всего подвержены противоправной деятельности. Как считают сотрудники правоохранительных органов, подобные мероприятия помогают предотвратить преступления и обезопасить молодёжь от пагубного влияния преступников. «Одними из частых поводов у нас является распространение экстремистской символики запрещенных террористических и экстремистских организаций. То есть дети на сегодняшний день активно сидят в социальных сетях, используют смартфоны, интернет и не всегда понимают, что они уже вовлечены в какую-то деятельность. Добавляют на страничку к себе картинку какой-нибудь террористической организации и тут же привлекают наше внимание, потому что нашими коллегами социальные сети мониторятся практически на постоянной основе. В первую очередь большая работа лежит именно на родителях, которые должны контролировать, скажем так, те паблики и социальные сети, в которых их дети находятся, какую информацию они там получают. Сюда же, конечно, должны подключаться и учителя, педагоги, которые также должны разъяснять противоправность экстремистской деятельности и ответственность, которая это приводит. Ну и со своей стороны мы тоже также стараемся проводить огромное количество вот таких профилактических встреч и лекций, чтобы ребята обезопасить, как-то их сориентировать по противоправности экстремистской деятельности, ну и объяснить, что у них есть всегда выбор. Особый отклик среди молодёжи во время подобных встреч находят выступления представителей духовенства. Вот и в этот раз перед собравшимися выступил имам посёлка Солнечный Алибек Татаркулов. Вместе с ребятами он обсуждал этическую сторону ношения оружия, объяснял, какие последствия могут быть с точки зрения религии и отвечал на волнующие молодёжь вопросы. Хвала Всевышнему, подход не тяжело найти, потому что наоборот дети, не только дети, да и взрослые стараются найти себя, найти своё направление и в основном они за этим обращаются к духовенству, к имамам, к людям, которые работают с народом. И уже имамы разъясняют какие-то моменты. А уже касательно учителей и остальных, они, видимо, получаются на постоянной основе, и к ним уже дети привыкают. И уже наша задача, в свою очередь, тоже включиться в это большое и благое дело и также разъяснять детям, что хорошо, что плохо. Важность комплексной работы с молодёжью подчёркивали все участники встречи. Неоднократно говорилось о том, что, пожалуй, самую важную роль в воспитании подростков играют родители и школа. Ведь именно они чаще всего взаимодействуют с молодыми людьми. Кстати, многие общеобразовательные учреждения региона применяют особые методики взаимодействия с учениками. Так, например, в средней школе села Талык создан ученический совет, который помогает обеспечивать дополнительное взаимодействие между педагогами и учащимися. У нас, во-первых, старосты в каждом классе, плюс есть у нас президент школы. Естественно, президент школы, естественно, он… То, что мы не видим приблизительно, он может до нас довести. Ну, естественно, у президента свои команды, естественно, они в помощь учителям. Это отличная практика, его надо почаще, например, делать, чтобы, естественно, и дети подкованные были. Вот сейчас только что про Инстаграм, например, вообще фактически знают, что она запрещена. Но дети думают, я ничего такого не делаю, что из-за этого я буду пострадать. И, соответственно, вот, а сейчас это все как бы наблюдочки преподнесли. Естественно, уже дети начинают об этом задумываться. И, естественно, я думаю, это только польза. Стараемся каждую неделю с ними встречаться, вызывать там родителей, и чтобы они тоже помогали учителям, чтобы такого не было. Родительские собрания делаем. О важности профилактических бесед с молодёжью можно рассказывать очень долго. Но, пожалуй, лучше всего их результативность могут оценить сами учащиеся, для которых, собственно, всё это и организовывается. Многие ребята получают для себя полезную информацию, закрывают животрепещущие вопросы и осознают степень серьёзности тех или иных поступков. Вот и для 14-летней Шерифат Балачиева эта встреча открыла глаза на многие вопросы, связанные с уголовной ответственностью подростков. Мне очень понравилась эта встреча, потому что я узнала много запретов, которые могут нанести какую-либо опасность другим людям. И я считаю, что такие встречи должны быть всё чаще, потому что многие ребята должны знать о безопасности школы, чтобы не навредить другим детям и своим учителям. Если ты не можешь сам как-то разрулить эту проблему со своей одноклассницей или одноклассникам, то надо включать уже классного руководителя. Если и она не поможет, то уже родителей, но никак запрещенными предметами, как холодное оружие или все виды оружия, и как-то решать словами, но никак не кулаками и запрещенными предметами. Оценил встречу и 17-летний воспитанник Светловской средней школы Джамал Декушев. Молодой человек признался, что о многих вещах он и не догадывался до этой встречи. В частности, это касалось меры ответственности перед законом для подростков. Нам, как оказалось, нельзя проносить разные вещи. Мы за них несем ответственность административную, уголовную, в зависимости от возраста. И на данном собрании нам рассказали, что полезно, что нужно носить, что нельзя в школу носить. Встреча в селе Счастливом стала одной из шести запланированных в Прикубанском районе. Участие в акции приняли почти тысяча подростков в возрасте от 14 до 17 лет. В данный момент они строят фундамент своей жизни. Те ошибки, которые они сейчас совершат, будут очень серьёзно влиять на их дальнейшую жизнь. Наша задача – предотвратить эти ошибки, чтобы у них в дальнейшем всё было хорошо. Вполне логично, что хороший плацдарм для своего будущего сегодняшние подростки могут сформировать только при осознании полной ответственности за свои поступки, а также благодаря формированию навыков управления своими чувствами и эмоциями. Ну и, конечно же, знание правовых аспектов может уберечь их от совершения противоправных действий. Продолжение следует...